Пять дипломов лауреатов, а самое главное, гран-при российского конкурса фестиваля «Зимние забавы» привезли учащиеся второго класса хорового отделения «Гаммы». Творческие состязания прошли в Великом Устюге. Творческие состязания прошли в Великом Устюге. В этом конкурсе хоровой коллектив «Радость» и также вокальный ансамбль «Улыбка» этого же класса. И у нас еще было четыре участника наших юных солистов, которые принимали участие в эстрадной номинации «Вокал». Выступать было несложно, но стеснительно. На конкурсе понравился мне зал, то, что когда мы пели, издавалось эхо, и звук был красивый. В акустическом зале Великоустюгского ДК, где звучание голосов сродни церковному, посчастливилось выступать только академистам и народникам. Все остальные вокалисты пели на обычной сцене Дома культуры. Кстати, номинация «Вокальное творчество», в которой выступали воспитанники Шкаричевой, была одной из самых многочисленных – более 500 человек. Десятки различных жанров. В жюри – опытные педагоги, доценты московских академий славянской культуры и имени Гнесиных. Удивить их было практически невозможно, но Котлашанам это удалось. Выступление хора «Радость» покорило сердца не только судейского состава, но и многочисленных соперников. В результате наши ребята получили высшую награду фестиваля – Гран-при. «Мы, конечно, были неимоверно рады, потому что среди такого многообразия жанров, в жюри, конечно, нам приятно, что нас выделили, оценили наше мастерство, ну и профессионализм». Помимо Гран-при, ребята из хора «Радость» завоевали еще пять наград. Вокальный ансамбль «Улыбка» стал лауреатом второй степени. А четверо солистов – Настя Дудникова, Лиза Степаненко, Кира Зурина и Никита Дичков – получили дипломы третьей степени в эстрадном вокале. «Вообще не ожидали все, что займем такое место. Все в шоке были». «Поступать было несложно, готовилась я очень упорно, было очень много дополнительных репетиций. У меня была очень сложная задача – с зонтиком ходить. Мы с Ольгой Николаевной очень долго думали, как с зонтиком ходить, но справились. У меня лауреат третьей степени вышла». Помимо дипломов, лауреатов и кубков, в награду ребята получили бесплатную путевку на другой всероссийский конкурс «Дорога к солнцу». Он пройдет в мае этого года в столице Братской Беларуси – городе Минске.